Добрый день, уважаемые наши слушатели! В эфире программа «Слушайте доктора» и в студии Светлана Занько и Дмитрий Курдюмов, постоянные ведущие этой программы. Здравствуйте! Добрый день! Мы сейчас обозначаем очень важную и сложную достаточно тему законы медицины о врачебных ошибках. Вот наша сегодняшняя тема. Я, Дмитрий Александрович, как всегда ориентируюсь на вашу подачу и знаю, что вы в том числе в собственном Фейсбуке постили статьи на эту тему. Так что мы, естественно, берем неспроста ее. Кроме того, когда я здесь посмотрела на наших сайтах кировских по хэштегам «врачебная ошибка, какие выходят новости», то эти новости появляются с такими хэштегами, хотя в самом теле, что называется, новости, в самом тексте этого нет, это врачебная ошибка, но хэштеги есть такие, да, по поиску. О том, например, буквально вчерашняя новость, завершено расследование дела фельдшера, оставившего умирать мужчину, вот такая новость, например, или хирург признан виновным смерти пациента, это тоже мартовская новость. Да, в Советске, когда не принял необходимых мер для оказания своевременной медицинской помощи врач, и его приговорили к полутора годам ограничения свободы. При этом, кстати, он может продолжать работать по профессии, что очень часто вызывает вопрос у людей, которые звонят на эту тему в редакцию и говорят, как же так, вот человек умер, а врач все еще продолжает работать. В общем, мы решили разобраться. Да, тема на самом деле очень сложная. Я бы хотел, наверное, перед тем, как перейти к обсуждению, сказать о том, что медицина не является наукой. И когда заканчивал я академию, когда мы учились, я думаю, что Андрей Ленинович считал, что... Да, Андрей Ленинович, это Андрей Ленинович, мы не представили. Да, Андрей Ленинович, это у нас президент нашей ассоциации медицинских работников Кировской области, который объединяет уже более, я так понимаю, трех тысяч медицинских работников. Да, Андрей Ленинович, на связи в студии. Добрый день. И главный врач Кировского клиника диагностического центра, это крупное учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь. Ну, это более, я так понимаю, около миллиона ста посещений в год. Это большой объем, надо сказать, самая крупная клиника, поликлиническая. Так вот, когда мы учились и когда мы были молодыми, скажем так, считалось, что медицина – это искусство. И искусство врачевания, и никто не говорил, не было в формулировке медицинской услуги. Медицинская помощь. Мы оказывали медицинскую помощь, мы помогали пациентам. Хирургия – это переводилось с латыни рукоделие. Ну, и, в общем-то, и настроение соответствующее. Мы чувствовали, ну, какой-то, скажем, душевный, позитивный, больше позитивный отлик со стороны пациентов. В том плане, что и доктора, в том числе, воспринимались как люди, которые, в общем-то, пытаются совместить и науку, и искусство. Ну, и делают, ну, не всегда, ну, порой что-то невозможное, либо чудо. Безусловно, мы сейчас не рассчитываем на то, что все наши медицинские, скажем так, услуги должны восприниматься пациентами как искусство. Но на сегодняшний день мы прекрасно видим вот то негативное отношение в обществе, ну, скажем так, информационно, может быть, формируемое. И череда, огромная череда уголовных дел, да, на врачей, на медицинских работников с формулировкой в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, да, некачественным, имеющим причинно-следственную связь, повлекшим тот или иной. А действительно увеличилось количество таких? Вы знаете, я не думаю, что увеличилось количество, просто изменилось отношение, может быть, я сейчас не готов, наверное, детально обсуждать каждый эпизод, но, безусловно, мы обсуждаем у себя, во врачебной среде, в медицинском сообществе каждый случай. И мы знаем некоторые нюансы каждого случая. И все не так однозначно. На самом деле, вот вы сейчас говорили о том, что докторы в Советске решили работать. Но я могу сказать, что... Да, ну давайте напомним сразу, раз мы об этом говорим, вот напомним, в чем была ситуация, по крайней мере, так, как об этом пишут в СМИ. Суд установил, что врач Советской ЦРБ не принял необходимых мер для оказания своевременной медицинской помощи. 3 августа прошлого года в Советске 50-летний мужчина у себя в гараже упал, ударился головой о бетонный пол. Пострадавшего обследовала хирург районной больницы. Никаких травм, гематом, в том числе повреждения костей черепа, не вывел, хотя сам мужчина утверждал, что из его уха идет кровь. Врач поставил ему диагноз повреждения барабанной перепонки и отпустил домой. На следующий день от закрытой черепно-мозговой и черепно-лицевой травмы пострадавший скончался. Вот это. Давайте прочитаем. Вот простая формировка, как определяет наш коллега, что такое врачебная ошибка. Это не какое-то преступление, это ошибка. Это не злоумышленное заблуждение врача в ходе его профессиональной деятельности, если при этом исключается халатность. Вот то, что мы сейчас прочитали с фитомным слушателем. Врач-хирург. Черепно-мозговая травма. То есть, это несколько не его специализация. Черепно-мозговая травма, нейрохирург. Дальше. Он поставил повреждение барабанной перепонки, кровь пошла. Может идти кровь при повреждении барабанной перепонки? Может. Но специалист понимает, что еще возникнет, возможно, другая ситуация, перелом основания черепа. Поэтому было ли это заблуждением или это было каким-то, скажем, некачественным оказанием медицинской помощи? Знаете, я, наверное, даже не буду сейчас... Но в данном случае хирург вину свою признал. Ну, да, и, наверное, если было по итогам, скажем так, дальнейшего судебно-медицинского исследования, было выявлено факты и были факты, скажем так, не достоверные перелома, а вероятно, это кровь из уха, перелом основания черепа. Хирург признал, это правильно, я лишь хочу сказать о том, что, знаете, в основу, если сделать следующий шаг от понятия врачебной ошибки и понятия, что ложится в основу вот этих вот всех материалов, безусловно, ошибки, они были, есть и будут. Доктора, надо признать, что они ошибаются, причем иногда они совершают ошибки, как я вот зачитывал цитату Кликомусова, это не ошибки, это осознанный риск. Это вы мне зачитывали до эфира, а не нашим слушателям. Да, слушатели наши не знают о том, о чем говорил Амосов, так что можете процитировать сейчас. Я с удовольствием еще раз процитирую академика, но я думаю, что это достаточно сильное высказывание, и вот такие цитаты могут позволять себе действительно состоявшиеся доктора. Академик говорил, что надо называть вещи своими именами. Я много думал и передумывал снова и снова. Тысяча сложных и сложнейших операций и довольно много смертей. Среди них так много, в которых я прямо виноват. Нет, нет, это не убийство. Все во мне содрогается и протестует. Ведь я сознательно шел на риск для спасения жизни пациента. Вот, и иногда, да, такие ситуации возникают. Я сейчас ехал на передачу, и мне звонит знакомый, говорит, моей бабушке отказали в операции при переломе шейки бедра. Мне так давно скучно рассказывали, когда я отказывал. И я им объяснил, что... И перевели в терапию. Я им объяснил, что это как раз та самая ситуация, когда высокий риск неблагоприятного, летального исхода, и мы не стали рисковать и брать родственницу на операцию. Причем тут уже, скажем так, претензия звучала с другой стороны, что мы не сделали все необходимое, и почему мы отпустили. Мне пришлось объяснять, что если мы бы сделали, она могла бы погибнуть. А теперь давайте перевернем. Мы рискнули и взяли. И что это тогда будет? Это будет риск, как говорит академик, или ошибка? На этот случай, да, безусловно, и закон об основании здоровья граждан предусматривает такое понятие, как консилиум врачей. Доктора собираются, принимают самое единственное, правильное, по их мнению, решение, оформляют это все документально. Но ведь, наверное, не по каждому случаю собираются консилиумы. И информируют пациента и рискуют, да. Но когда-то доктор один на один, и консилиум собирать ему некогда на дежурство. Например, как, возможно, вот этот хирург. Возможно. У него, да, я знаю, что в том учреждении, где он работал, у него есть мощная диагностическая база. Была ли на тот момент, это компьютерный томограф. Была ли, кроме возможной крови из уха, очаговая симптоматика, я не берусь судить. Но вот тогда, естественно, в том случае у меня вызывает большой вопрос, а осознанно ли на ли вот то действие, которое он совершил, да, привело к смерти пациента. Я думаю, что... Так вот, возвращаясь к вопросу о том, что ей вложится в основу, ну, вот этих вот заключений по качественному, некачественному оказанию помощи. Это очень тонкая тема. Уртемов Дмитрий Александрович узурпировал наш эфир. Между тем, мы не зря сюда пригласили Андрея Чердяева. Вот давайте продолжим тогда тему, которую начал Дмитрий Александрович. Что ложится в основу оценки качественности оказываемой услуги? Кто это делает? Кто это делает? Кто эти люди? Да. Ну, на сегодняшний день качеством в основном у нас занимаются врачи-эксперты, которые работают в страховых медицинских организациях. Что, кто эти люди? Ну, это те же самые врачи, которые в свое время, ну, условно говоря, пускай они на меня не обижаются за такие слова, да, но перебежали с одного места работы на другое. То есть из практикующих врачей... Практикующие докторы, они становятся врачом-экспертом. Есть часть врачей, которые точно так же работают в страховых компаниях, являясь практикующими. То есть либо полностью, либо частично. Они прошли учебу, дающую им право проводить эти экспертизы, да, и, соответственно, у них есть на это право, и они тоже занимаются каким-то там деятельностью. Но я все-таки вернусь немножко к тому, что мне ближе. То есть меня никто никогда не переубедит, и на сегодняшний день Ассоциация медицинских работников мало, наверное, занимается этим вопросом, да, и мы как раз в эфире тоже обсуждали с вами этот вопрос. Надо все-таки нам вернуться, чтобы как можно меньше, я не знаю, боюсь этого слова, там, ошибок, там, да, или вот каким словом это правильно назвать, но все-таки попробовать и 323-й федеральный закон как раз говорит о том, чтобы максимально нам принять по хотя бы основным назоводам, которые дают основную смертность, принять так называемые протоколы, стандарты, да как угодно назовите, но дать право доктору какого-то определенного алгоритма, чтобы он реально хотя бы был защищен этим. То есть если в алгоритме, в протоколе прописано, что нужно сделать первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое и десятое, да, то он должен это сделать. Я готов сейчас пояснить, что говорит Андрей Деонидович. 323-й ФССР, это закон об основном охрана здоровья граждан Российской Федерации. Вы знаете, вот есть мнение одного судебнического эксперта, который назвал три условия, при которых с его точки зрения должна быть противоречивая ответственность. Почему Андрей Деонидович говорит, что здесь должны протоколы и стандарты быть по всем нозологиям, хотя в соответствии с федеральным законом у нас необязательное исполнение стандартов, но порядков обязательных. Что такое нозология? Случаи. По каждому случаю, по каждому, в общем-то, возможному варианту развития событий заболевания. Так вот, три условия. Первое, это действия медработника в конкретном случае были объективно неправильными, находящимися в противоречии с общепризнанными правилами медицины, общепринятыми. А что это такое признанное? Это протоколы, стандарты, клинические рекомендации. Поэтому по каждой нозологии, наверное, они должны быть, чтобы трактовать. Второе, медработник... А их сейчас нет? Не по всем. Медработник в силу полученного образования и занимает должность, должен был осознавать, что действия являются неправильными, поэтому мог причинить вред больному. Он должен осознавать, что действия неправильные. То есть фактически намеренно производить такие действия? Конечно, да. То есть, опять же, возвращаясь, проводя параллели вот с тем эпизодом в советской, да. И третье, эти объективно неправильные действия способствуют наступлению неблагоприятного исхода. В данном случае детального исхода. Должны быть три обязательно составляющих для того, чтобы... Должна наступить уголовная ответственность, по мнению некоторых экспертов. Вот то, о чем говорит Андрей Аниноч, как минимум отсутствует по некоторым случаям одно обстоятельство. Стандарты, протоколы, клинические рекомендации. И на сегодняшний день, вот в чем роль ассоциации медицинских работников, насколько я понимаю, не древний и нынче, он просто должен, как я считаю, высказать свою позицию, как он видит и будет защищать права и интересы тех медицинских работников, которые попали вот в такую ситуацию, а от ошибок не застрахован никто. Это юридическая помощь, консультативная помощь. Мы на самом деле пытались это обсудить, я знаю, что у него есть позиция по этому вопросу. Да, расскажите. Мы на сегодняшний день, первое, договорились о том, что нужно максимально быстро по основным, дающим самым большим смертным мозологиям, ну, заболеваниям, давайте так, проще и понятнее будет, нужно максимально быстро делать региональные протоколы. Тогда это уже дает определенный план, алгоритм для врача, а как ему поступить, чтобы получить чаще всего положительный результат. Подождите, то есть не надо ждать федеральных каких-то протоколов? Я просто не знаю, как это будет. А можно закрепить на региональном уровне, и они будут иметь венство? Смотрите, 323, если мы туда немножко погрузимся, да, то при, если на сегодняшний день в регионе состоит в ассоциации, региональной ассоциации, более 25% врачебного состава всего региона, да, то на нее, это так, на нее как раз возлагаются в том числе вот эти полномочия. Второй момент, второй момент. На сегодняшний день я считаю, просто для президента ассоциации, что юридической защиты медицинского работника, ее просто-напросто никакой вообще не существует. И, наверное, на всех последних съездах и конференциях, которые мы проводили, я бесконечно с любой требованием рекомендую всем коллегам, главным врачам, все-таки вернуться к тому вопросу, чтобы каким-то образом помочь застраховать вот ту ответственность, которая может возникнуть у любого врача, у любой медсестры, у любого фельдшера при оказании медицинской помощи. То есть механизм, он работает. Я в течение, наверное, 3-4 лет, я всех работников врачебного состава, я просто-напросто страхую. Это не такие огромные деньги, это определенное количество случаев, ну, там, расчеты все элементарные. То есть, там, страховка от медицинских решений? Ну, как мы страхуем машину? Говорит о наступлении финансовой ответственности. Финанс. Это одна сторона. А как застраховать работника от наступления другого рода ответственности, если она наступила, как оказывать ему какую-то помощь, консультативную помощь, юридическую помощь, сопровождать его? Не давать, я считаю, что работник в любом случае медицинский, это специалист из нашего сообщества, он должен понимать, что, ну, если вина есть, то как минимум сопровождают его до завершения конкретного дела. Если он невиновен, то помогать отстаивать его права. То есть, и когда вот как раз вот буквально неделю назад была конференция, да, и опять же, структурно озвучил о том, что, ну, вот, мы там, в течение уже трех лет работы с ассоциацией, нам пришло время создать вот службу, та, которая реально профессионалов, а это будут, возможно, там, юристы, врачи, да, которые будут как раз вот включаться в такие моменты и помогать реально медицинским работникам, потому что, ну, еще раз говорю, ошибка может случиться и по халатности, она может произойти просто объективно из-за, вот, из-за болеваний, да, то есть, вот, чем-то просто. А до какого времени вы планируете создать? Потому что я пытаюсь внести это в протокол, да? Я просто проговариваю этот момент, то есть на сегодняшний день, на сегодняшний день площадку ассоциации вернули в город Киров, она была в Слободском районе, да, сейчас проходим регистрацию в Минюсте, там, срок, если я не ошибаюсь, 30 дней, то есть где-то вот, ну, наверное, дней через 45 мы уже, в том числе и службу эту создадим, для того, чтобы уже пойти, что называется, и дальше немножко развиваться. Причем, вот, методы страхования, да, они немножко у всех разные. Можно привлекать личные средства, там, самого непосредственно работника, да, там, можно полностью это все возложить через коллективный договор на работодателя, да, то есть тут моментов тоже много. Ну, и третий момент, и третий момент, который мы, вы помните, что не так давно состоялось в Совет Приволжского федерального округа, и сюда приезжал руководитель Национальной медицинской палаты Рошай, и я очень плотно общался с коллегами, да, и какой-какой опыт для себя вытащил из других регионов, и все-таки, как происходит в других регионах, вот, как решаются данные вопросы, да. Вот, смотрите, мы начали с того, что задали друг другу вопрос, а кто проводит вот эту вот оценку. Снова возвращаемся к врачам-экспертам. Врачам-экспертам, хорошо. Если врач-эксперт видит, что история такого-то, такого-то человека лечил чернеев Андрея Вениеменовича, как врач-юрук, там, туда-сюда, вы скажите, он может дать всегда объективное заключение, или он иногда не совсем объективно даст картинку, планаризм. Вы сейчас про чернеевы или про эксперта? Я про историю болезни пациента, который, предположим, погиб. То есть во многих регионах есть такой опыт, и мы попробуем, давайте его все-таки совместно с Мездравом нашим внедрим, чтобы вот эту вот экспертизу проводилась, она, ну, так скажем, анонимно. А, чтобы не знали, какой врач-ю участвует? Можно я добавлю на это, да, по этому поводу? Здесь не так все просто. Я осознанно пытался дистанцировать на тему экспертиз, потому что это то направление по основному роду деятельности моего, мне приходится заниматься очень плотно и, наверное, очень активно. Я могу сказать, что да, все случаи летальные учреждения здравоохранения, это правильно, они 100% берутся на экспертизу качества медицинской помощи. Все. Здесь вот начинают возникать вопросы, как это организуется. Ну, вот, есть по этому поводу не так давно появился у нас акт контрольно-счетной платы Российской Федерации, который проверяла строковинческая организация и, в общем-то, закрепила ряд тех положений, которые мне приходилось доказывать строковым организациям, что это должен быть эксперт соответствующего субъекта, то есть территориальная принадлежность эксперта должна быть Кировской области. Я надеюсь, что теперь после опубликования этого акта от декабря 2015 года у многих сомнения будут развеяны. Дальше есть требования к эксперту качества. Это 10 лет. Стаж работы 10 лет. Но, как сказал Андрей Евгеньевич, эксперты за редким исключением являются практикующими профессионалами. Ряд экспертов, мы таких знаем, они пациента глаза не видели. То есть требований к ним вот таких нет, чтобы они... У них стаж 10... У них стаж 10... Нет, у них стаж есть 10 лет. Но за эти 10 лет, как-то мягче сказать, они так активно не занимались вечерной деятельностью. Либо, мягко сказать, не занимались вовсе. Но занимались другим направлением, преподаванием, еще чем-то. Теоретик. Да, да. И, понимаете, весомость заключения вот именно такого специалиста, который не всегда хорошо уходит из учреждения. Я вам просто расскажу эпизод у одного моего знакомого главного врача. Почему-то такое ощущение, что вы о самом себе говорите, так вы улыбаетесь. Был уволен один сотрудник за пьянку. Каково было удивление этого главного врача, когда он через несколько месяцев увидел его в качестве эксперта, штрафующих его историю болезни. Вот вам. Да. Это явный перегиб, конечно, но так или иначе после этого появляется заключение экспертов качественной цископомощи. Да, зачастую так. Я не буду говорить о том, что есть сложная работа между страховыми компаниями, которые заинтересованы в сумме штрафов и так далее. Это другой совершенно пласт, который мы сегодня не будем поднимать. И он как-то тихонечку мы его сдвигаем и настраиваем. Надо сказать, что, в общем-то, уже не так все, как было раньше. Но качество экспертиз, основание, которое ложатся в том числе эти экспертизы, не все только это экспертиза качественной медицинской помощи страховыми компаниями, но много из них вложатся в основу и прикладываются к обвинительным заключениям, обоснованным заключениям, но не всегда полностью обоснованным заключением, они не всегда компетентны. И в связи с этим как раз я вот в Фейсбуке тоже постил о том, что есть инициатива Минздрава усилить требования, увеличить требования к квалификации, компетенции, экспертов, качества. Но здесь есть другая сторона. Усилиев требования, скажем так, тестаж работы, возможно, категория, мы здесь можем ощутить еще больше дефицит экспертов. И по поводу анонимности. Ну, невозможно, чтобы эксперт был анонимен, потому что он расписывается в экспертом заключении. Нет, я так понимаю, что не эксперт должен быть адонимен. А доктор расписывается в первичной медицинской документации. Это уже очень сложно. Он ставит свою подпись, информационные медицинские системы вверху над каждой дневниковой записью пишут фамилию доктора. Это не так просто. Дмитрий Александрович, я понимаю все сложности, но я как раз хочу, может быть, не уходить от этих сложностей, озвучить, что здесь проблем-то в принципе очень-очень много. Потому что мы вернемся еще раз. Если некачественно вынесено решение эксперта, то дальше это решение попадает туда, куда ему нужно попасть. Не все медицинские организации проводят претензионную работу. Соответственно, это не обязательно страховые компании, это могут быть и СМИ, это люди, которые в том числе и занимаются судебными всевозможными делами для того, чтобы собрать определенные денежки с медицинских учреждений. И это вот куда идет. То есть вы говорите сейчас о спекуляциях возможных вокруг подобных мест. Конечно, я вам историю жизни расскажу опять, моего знакомого главного врача. То есть слив в СМИ это своего рода шантаж медицинского учреждения. мы не про качества, чтобы вы понимали. У нас хотя и необязательное выполнение стандарта, но когда в соответствии с законом, это так, оно необязательное. Но при экспертизе качества в соответствии с нормативно актами, которые проводит эксперт, есть понятие несоблюдения стандарта оказания медицинской помощи. И если он по мнению эксперта стандарт не соблюден, то помощь оказана некачественной, пишет эксперт. Понимаете, в чём коллизия? Но он же должен на чём-то основываться. Да, вот это просто парадокс. Не обязательно, но штрафовать за это могут и заключения. И при этом эксперты иногда даже наказывают за страховые компании, наказываются медицинской организации, и мой главный врач, знакомый об этом рассказывал, за несуществующие стандарты. И когда мы находим, что таких стандартов в природе нет, либо они носят рекомендательный характер или смотрят даже, то вы знаете, логичное завершение какое? Они должны свои претензии снять, да? Парадокс. По ряду случаев мы доходим сюда по отсутствующим стандартам. Но вот это то, что вы говорите сейчас, это всё с точки зрения защиты прав, свободы, квалификации врачей. Да, я хочу дальше-то задать вопрос Андрею Ильичу. Андрею Ильичу, вот, да, мы услышали, что через 45 дней возможно будет сформирована структура, она, скажем так, с юристами доформирована. А вот как вы считаете, на площадке медицинской ассоциации медицинских работников есть возможность сформировать пул экспертов компетентных, независимых независимых медицинских организаций, из ведущих учреждений, вот по таким эпизодам делать свое заключение? независимых независимых я пока понимают, что это огромная проблема, но если перед собой ставишь решение данной проблемы, то ничего невозможного наверное нет. то есть сколько займет это времени, я наверное сейчас сразу так не готов ответить на этот вопрос, но поступательно идти к этому ну наверное нужно это делать. Из числа членов ассоциации? Конечно, самых грамотных, потому что у нас еще в ассоциации есть куча обществ разной направленности, хирургов, травматологов и все остальное, где также работают практики, классные практики, да, и из них вот создать в том числе эти же структуры и привлекать для разработки так называемых протоколов, стандартов и всего остального. И еще наверное на одном моменте, хотя он наверное не очень и очень приятный, но я все равно сакцентирую вниманием, да, ведь на сегодняшний день, на сегодняшний день еще очень-очень много недовольства врачи слышат от пациента, когда умирают родственники, понятно, что ситуация очень сложная. про стационар не говорю, говорю про амбулаторно-поликлиническое звено, патолого-анатомическое или судебное вскрытие, да, судебно-медицинское вскрытие. То есть, соответственно, есть федеральный закон, по которому мы обязаны при определенных нозологиях заболеваниях, да, мы обязаны людей отправить на патолого-анатомическое исследование. Ну, вы понимаете, очень и очень сложно, очень и очень сложно иногда бывает убедить, что здесь мы обязаны это делать, потому что есть закон. Люди сопротивляют, если они не хотят, чтобы у нас патолики... Зачем нам это надо, чтобы тоже понимали все? Ведь мы это делаем не для того, что там закон написали, нам рекомендовали, да для того, чтобы все-таки мы полностью каждый раз картинку разбираем у каждого человечка, который жил, чтобы все-таки мы еще раз прокрутили, проанализировали, а всегда и все и везде правильно ли мы сделали, то есть, вот еще вопрос. Когда я начал увеличивать в городе Кирове процент направлений, вы понимаете, ну, у меня у кабинета стояло просто-напросто очень много людей, которые находили брешек законодательства там, по религиозным мотивам, там, еще как-то, да, вот только вот вы этого вот не делаете и все остальное. То есть, это тоже тема для разговора, да, она, наверное, тоже большая, да, но... Другая ветвь. Другая ветвь, но, опять же, все-таки там человек абсолютно достоверно и качественно дает гиагноз. Скажите, пожалуйста, уважаемые доктора, врачи, хирурги, оба, кстати, да, вот в каком случае доходит подобное происшествие до суда и когда врач должен свою ошибку признать. Наверное, хирурги вряд ли ответят компетентно на этот вопрос, я лишь могу сказать, что сначала заканчивается какой-то случай медицинский, он заканчивается либо положительно, либо пациент чем-то недоволен, либо ошибка на ходу строковой компании, ну и конечно самый неблагоприятный исход это при оказании медицинской помощи детальный. Иногда хирурги, доктора бессильны. Ну да, могу сказать, наверное, здесь что-то скрывать, у меня были обитальные исходы прямо на операционном столе, операции делились долго и после этого приходилось выходить и как-то родственникам рассказывать, что сделать ничего не удалось. Вы знаете, это не один, не два эпизода. После этого ты слушал все, что они о тебе думают, что они с тобой сделают и шел дальше. Так вот, когда заканчивался конкретный случай, дальше идет во всем летальным эпизодом экспертиза качества медицинской помощи, о которой мы говорили. Экспертиза качества проходит, родственники иногда и зачастую у нас все истории с летальным исходом большинство из них анализируются нашими издранами. И случаи, которые вызывают, ну скажем, какое-то сомнение либо по их мнению они неординарные, они нашим минздравом, ну скажем, из общей, ну простите за слово массы, выбираются и проводятся экспертизы в ведомственный контроль качественной медицинской помощи. Это другой уровень экспертизы качества безопасности медицинской деятельности, ведомственный контроль качества. Минздрав, извините, теперь приходится уточнять. Региональный, региональный. Да, когда, как правило, пациент, это уже вторая экспертиза, как правило, зачастую, это регулярно бывает, пациенты не останавливаются, идиничные случаи, они обращаются еще в органы следственные, там прокуратура или куда-то, и здесь запускается механизм государственного контроля качества, им занимается роздравнадзор, ну в общем-то, третья экспертиза качества. После этого, если пациент не удовлетворен, либо надзорные органы нашли какие-то нарушения, все это начинает раскручиваться в другом ключе, и уже проводится судебно-медицинская экспертиза. Вот вам я такой, скажем так, регламент выстроил. Поэтому одна история болезни, есть такая история болезни группы, которая проводит по 3-4 уровня экспертиз. В течение года, в течение какого-то промежутка времени это считается нормальным. Если история болезни погибшего пациента прошла только одну экспертизу, ну мы считаем, что это мало. Как правило, это бывает 2-3, я вам сказал, ну и в случае, если находят ошибки, появляются тогда основания для проведения судебно-медицинской экспертизи. Вот я должна все-таки здесь уточнить, в случае, когда находят ошибки, или, мы уже поняли, что врачи считаются ошибками с этого начинают. Это уже, это не термин, который прилагается к закону или к практике. В случае, если находят, например, то, что является нарушением, халатность, оставление, причинение и так далее. В этом случае на что родственники, когда они заявляют, они добиваются, как вы сказали, Дмитрий Александрович, они идут во все инстанции, они в основном чего добиваются у нас в стране? Справедливости? Или, как это очень распространено на Западе, где выплачиваются большие суммы по таким вещам в день? Знаете, я хотел где-то в начале программы я хотел оговориться о том, что, скажем, предмет нашей дискуссии ни в коем мере не сказать о том, что все, что делают врачи правильно, ошибок не бывает и не бывает халатности, она бывает. И когда ты, как, скажем, руководитель, как коллега смотришь на это, и видишь такие эпизоды не оказания медицинской помощи, мы знаем случаи, когда доктор просто не подходил к пациенту, да, они тоже звучали, когда, скажем так, доктор не видел очевидные проблемы, не мог подойти, они неприемлемы, они должны, я считаю, очень жестко до конца в рамках правого поля, скажем так, решаться и виновные должны быть наказаны. Это уже ни у кого не вызывает сомнение, что это понятие халатности, наверное, да, это не оказание медицинской помощи. И пациенты, отвечая на ваш вопрос, когда идут, как правило, никто не, большинство из тех, скажем так, тех эпизодов, которые видел я, там речь не идет о возмещении материала. Там, они ищут, они хотят, чтобы им сказали правду. сделано ли все и сделано ли правильно. Больше, как правило, родственников, знакомых ничего не интересует. Самое главное, им важно понимать, да, было сделано все и это неизбежно, то, что произошло. Но если есть очевидные факты, что сделано далеко не все, сделано, извините, как попало, либо по доктору вообще не подходило, такое бывает, то вот здесь, наверное, безусловно, я сторонник того, что должна возникать определенная ворота ответственности. Но ряд дел, которые идут на грани с фельдшером, наверное, тоже вопрос. У нас остается буквально полтора минуты. Да, они все-таки, здесь к ним очень нужно подходить деликатно, дабы в самом начале вы сказали о том, что хирург советский остался работать. Это порождение кадровой проблемы. Поэтому я не знаю компетенцию этого хирурга, не оценивал, вернее, я думаю, что неплохой специалист в некоторых вопросах. Но вот порождая такое общественное мнение и проводя, ну, скажем так, подходя так и оценивая все, что случается именно халатностью, мы в какой-то момент столкнемся с большим кадровым дефицитом узких специалистов. И в связи с этим последний вопрос, на который я прошу вас обоих ответить, буквально вот одной фразой. Это тоже большая ветвая тема, но вот неважно, существующая ситуация с экспертами страховых компаний или если будет создана некая комиссия при ассоциации медицинских работников Кировской области, когда происходит расследование каждого случая, должны ли стать эти действия достоянием общественности? Должно ли это попасть в открытый доступ или это не должно попадать? Я отвечу, как в рамках правого поля это составляет врачебную тайну. Я тоже сторонник того, чтобы все-таки это осталось между медицинскими работниками и непосредственно той семьей, с кем это произошло. Но родственники или сами пациенты имеют право законные представители пациента и родственники. Здесь есть другая проблема. Нет времени. Дмитрий Александрович. Если погибает взрослый пациент, его родственники не являются его законными представителями. Но, тем не менее, в данном случае это не нужно, вы считаете, выплескивать в открытый доступ, но должны знать самые близкие люди. Спасибо. Мы попытались сегодня немного вскрыть проблему врачебных ошибок. Наша тема законы медицины о врачебных ошибках. Сегодня об этом поговорили в рамках программы «Слушайте доктора» Дмитрий Курдюмов, постоянно с вами обещали нашим слушателям пару программ назад, что поговорим о сезонной аллергии. Это будет тема следующей программы. Да, обязательно вместе со специалистом в этой области настала пора об этом поговорить. Каждую пятницу в 2 часа слушайте нашу программу.